Отрадно, что в этом году к 12-тысячной армии педагогов области прибавилось ещё 500. Примечательно, что почти 400 молодых специалистов отправились работать в сельскую местность. Планы на 2020 год грандиозные, потому как год для педагогической общественности начался с приятных новостей и законов, которые регламентируют их статус. В этом году будет завершено строительство детского сада в селе Тонкерис. Начато строительство двух детских садов в городе Кокшитау и в селе Коэнды Целиноградского района. Кроме этого, будет сдано две школы в Целиноградском районе, это в селе Кожимукан и Коэнды, и три дополнительных учебных корпуса в городе Кокшитау для снятия проблемы трёхсменного обучения уже в пяти школах в текущем 2020 году. Среди главных побед один из наболевших ранее вопросов. Он решён. Теперь маленькие акмолинцы в возрасте от трёх до шести лет стопроцентно охвачены дошкольным воспитанием. К слову, работа коллегии началась рано утром. Педагоги отработали по секциям и обсудили рабочие моменты по различным направлениям. Преступления несовершеннолетних, коррекционная работа с детьми. Представители крупных районов рассказали о своих достижениях. В прошлом году школы Целеноградского района выпустили 642 ученика. Более 400 из них поступили в высшие учебные заведения не только Казахстана, но и ближнего и дальнего зарубежья. Напомним, в области насчитывается 576 школ. В них решаются вопросы не только школьного питания, обеспечения транспортами и учебниками. Сейчас актуальны планы по цифровизации и государственное частному партнёрству. Вадина Смогулова, Баужан Смогулов, Кукшиак, Парад.